Девчоночки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим с вами про тренды весна-лето 2022. Это всегда самое ожидаемое видео на моем канале, и, честно говоря, я его обожаю записывать. Будут, конечно же, тренды, которые вас очень сильно удивят, но и останутся тренды, к которым в целом мы привыкли в этом сезоне. Не забывайте о том, что в конце этого видео будет конкурс, в котором я разыграю классный бьюти-бокс с люксовой косметикой. Поэтому досмотрите это видео до конца, и не забывайте вот это share, лайк, коммент, в общем, все по схеме. Первый тренд касается морской тематики. И это не та морская тематика, к которой мы привыкли с тельняшками и, я не знаю, там, беретами. В этот раз морская тематика больше про русалок, да, про какие-то вот формы из фильма «Русалочка», да, где на груди приклеены морские звезды. Конечно же, актуальна сетка, да, чем вообще прозрачнее, чем больше тело в этом сезоне, тем это актуально. Актуальны трусы, как сказать, наружу, да, так, чтобы их было видно, когда у нас какая-то прозрачная ткань или прозрачная сетка, и внизу у нас какие-то специальные трусы, да, которые прикрывают все, что нужно прикрыть, но при этом достаточное количество тела открыто. Это будет очень актуально именно в резортной зоне, то есть по городу, наверное, с голой попой будет ходить не везде уместно, а вот если мы находимся где-нибудь на побережье, то там это будет смотреться потрясающе, особенно в каких-то бич-клабах. Если продолжать разговор о морской теме, то можно сказать, что принт «Волна» будет одним из самых актуальных в этом сезоне. То есть это когда на одежде изображена такая волна, да, иногда она напоминает эмодзи. Волна, если вы наберете, или море, то вам выдаст эту картинку. Также актуальны какие-то сумки и аксессуары в виде морских звезд, ласт, как у Нины Ричи и так далее. То есть находите какие-то вещи, связанные с морской тематикой. Туда же, кстати, входят водолазные костюмы. Это тоже часть, так скажем, океанической эстетики, да, которая очень круто впишется в ваш гардероб. Следующий тренд очень нетипичный, потому что чаще всего мы его видим в осенне-зимнем. Перья – это эстетика Нового года, и перья чаще всего именно там. То есть мы видим какие-то новогодние платья, я не знаю, костюмы, пижамы с перьями. Сейчас нет, перья абсолютно везде. Огромное количество дизайнеров сделали какие-то образы, куда включили перья. Туда же входят стразы и пайетки. Опять же, да, эстетика Нового года пришла к нам в лето. Почему это случается? Опять же, локдауны по всему миру, там, у кого-то чуть хуже, у кого-то чуть лучше не прекращаются. У людей накапливается вот эта вот тяга к ярким вещам, потому что они не могут выразить свое «я» дома, сидя в пижаме. И, соответственно, это все выходит в рамки города, да, и мы все больше видим в коллекциях пайеток, блесток, перьев и всего того, что создает нам атмосферу праздника, атмосферу радости, которой нам так сильно не хватает. Пайетки могут сочетаться с всеразличными или стразы могут сочетаться с всеразличными фактурами, которые их уравновешивают. Именно так круче всего носить их в городе. В целом, на сегодняшний день вас никто не осудит, даже если вы наденете все вместе и стразы. Все вместе и стразы! В общем, если вы наденете перья, стразы, пайетки вместе, то все поймут, все-таки сделают вам чирс и скажут, чувак, давай, создавай праздник вокруг себя. Поэтому не бойтесь, не бойтесь самовыражаться, мне кажется, что на сегодняшний день это классный метод поднять настроение себе и окружающим. Очень актуальны комбинезоны в стиле женщины-кошки, то есть супер обтягивающие какие-то, латексные, да, можно не латексные, из какой-то просто ткани. И очень актуально сегодня, чтобы на них были круглые вырезы. Конечно, для меня лично это больше про какие-то вечерние выходы, но если мы говорим не про комбинезоны, а просто круглые вырезы, скажем, на какой-то кофточке, на каком-то топе, на брюках, да, но при этом верх у нас закрыт, то, я думаю, вполне это может существовать в городе. Ну или, по крайней мере, если вы составляете какие-то креативные луки для себя и вы очень смелая, то вы можете себе это позволить. Еще один тренд, который пришел к нам из нового года, это атласные латсканы, то есть все то, что сопровождает понятие смокинг, да, и мы можем носить это опять же в повседневной жизни. Это может быть укороченный смокинг, это может быть атласный латскан на блузе, на любом каком-то пиджаке или жакете. То есть в целом атласный латскан это как тренд, который мы можем применять везде и, самое главное, днем и вечером. Если говорить про такие детальки и аксессуары, то в этом сезоне снова актуальны длинные гольфы и снова актуальны длинные перчатки. Буквально на всех показах перчатки опять вернулись. Не знаю, как мы будем носить их летом, как мы не сойдем с ума, но есть всякие сетчатые перчатки. Опять же, если мы говорим про гольфы, то они есть из капрона, да, то есть какие-то легкие весенние варианты. Можно носить гольфы с макосинами, это красиво смотрится. Вспоминаем, да, Прадо коллекцию, сколько, два сезона назад, было очень красиво. Вот, носим, не боимся, юбка в складку, вам в помощь. И раз уж мы заговорили о юбках, то мини-юбки главный мастхэп. Мои любимчики, наверное, среди дизайнеров, среди шоу были юбки от MiuMiu. Именно они стали, мне кажется, такими культовыми, и это стало юбкой-иконой, да, именно наших мини-юбок трендовых сегодняшнего дня. Поэтому подбирайте себе мини-юбки. У Прадо были неплохие, все они на низкой талии. Но как мы можем это компенсировать? Мы всегда можем надеть какие-то высокие трусы своего бойфренда, я не знаю, чтобы добавить какой-то ремень, вытащить немножечко нижнее белье, да, как это было принято в эстетике нулевых. И тогда мы компенсируем ту самую диспропорцию фигуры, которая у нас случается при низкой посадке. Эстетика нулевых говорит нам о том, что всем нам нужно встать на платформу и скалу. Это может быть узкая скала во всех коллекциях. Джимми Чу, Заноти, Касадей, вообще все сделали вот эту такую, знаете, тоненькую скалу, как это было вот прямо в нулевых. Может быть, наоборот, грубая толстая скала и, скажем, толстый какой-то каблук, типа как обувь и босоножки, и, по-моему, ботильоны, и сапоги от Versace. То есть, чем больше, чем выше, тем круче. Кстати, не бойтесь носить летом, да, ну это мы уже про летний сезон, немножко забегаем вперед, но не бойтесь носить закрытую обувь, ничего в ней не жарко, особенно в Москве, когда, ну, не прям, чтобы жара. Смотрится это реально круто. Следующая вещь, опять же, которая всегда была в эстетике нулевых, это анорак. Как его носить, да, потому что для многих это вообще непонятное слово, непонятно, зачем оно и как оно. В целом, это такая спортивная штука, которую очень круто носить с шортами, круто носить с какими-то лосинами. И это та самая модная вещь, в которой можно и с собакой прогуляться, и в киношку с друзьями сходить. То есть она такая супер универсальная, и она заменяет летом нам и весной, да, худи. То есть, ну, худи уже как бы понятно, это уже некая база, которую мы постоянно используем, но если хочется чего-то новенького, хочется чего-то интересненького, то вы можете заменить худи на анорак, хотя бы на какое-то время. Кстати, очень многие дизайнеры сделали из анораков платье, поэтому их можно носить самостоятельно. Следующий тренд весна-лето – это голый трикотаж. Что это значит? Это значит, что все ваши выпуклые, интересные, интимные части чуть-чуть видны. То есть соски, попа обтягивает и так далее. А вообще трикотаж – это самая удобная история в летний сезон. И если вы смотрели мой инстаграм, я надеюсь, что вы на него подписаны, и вы его смотрели, на Мальдивах в самую жару я носила именно легкий трикотаж, такой обтягивающий, достаточно голый, с какими-то разрезами. Это сейчас действительно главный тренд сезона. Также по традиции к нам возвращается бахрома. Почему по традиции? Потому что стиль боха всегда в летний сезон. Стиль хиппи всегда очень вдохновляет дизайнеров, и они добавляют его элементы. А бахрома – это один из главных таких ДНК данного стиля. Также продолжается тренд на нижнее белье, которое мы надеваем поверх одежды. Это могут быть корсеты, вообще все, что связано с королевским таким бодуаром, то есть, когда мы надевали корсеты, какие-то панталоны, и все это видно, плавки наружу, бюсты наружу. То есть, мы как-то приоткрываем рубашку, может быть, бюст выглядывает из-под жакета. Кроп-топы – все это тоже актуально. Вообще, в целом сейчас бюсты, то есть, то, что мы привыкли носить как лифчик под одеждой, стало полноценным, так скажем, элементом одежды на выход. То есть, мы это носим не под одеждой, а мы это показываем миру. Следующий тренд пришел к нам с Востока, и сейчас актуально покрывать голову всеразличными такими капюшонами, которые очень напоминают как раз-таки хиджаб, то есть, его часть. Это сейчас особенно актуально, мы это видим на съемках, и очень часто именно голова покрыта с помощью каких-то различных каких-то платков очень длинных, которые как-то красиво заматывают. Если вы хотели бы какой-то дополнительный головной убор себе, то можете поэкспериментировать. И если уж мы заговорили с вами про головные уборы, то самым таким главным трендом станет чипец. Именно такая детская вещь станет очень актуальной, и сейчас она в различных таких теплых вариациях. Летом, я думаю, будет из хлопковых тканей легких. Кстати, очень круто чипец смотрится где-нибудь в бассейной зоне, да, помните, как надевали вот эти вот шапочки бассейны? Также чипец будет круто смотреться возле бассейна где-нибудь на шезлонге. Следующий тренд на спортивные костюмы, да, опять же, локдаун играет здесь свою роль. Мне кажется, спортивные костюмы стали некой базой, которую уже люди носят и в офис, и на какие-то вечеринки. Для каких-то модных образов, если, не знаю, идут на стритстайл на неделю моды и так далее. Именно такие, знаете, спортивные костюмы из 90-х и нулевых сейчас стали некой базой, которую носят с классическим костюмом, ну и в целом используют в разных интерпретациях. Вообще в трендах сегодняшнего дня есть крайности. У нас юбка должна быть или супер мини, как у Мю-Мю, или должна быть супер макси, то есть в пол. Юбки Макси сейчас особенно актуальны. Мне вообще очень нравятся юбки Макси в городской моде. Это смотрится круто с какой-нибудь майкой-алкоголичкой или с кроп-топом. Всегда смотрится актуально и прикрывает ноги для тех, кто хотел бы это сделать. И последнее. Если говорить про принты, то здесь очень много таких актуальных моментов. Первое. Это изображение каких-то, знаете, групп музыкальных, может быть. В общем, если вы фанат чего-то, то вы можете это на себе носить. Например, там группа Нирвана. В общем, все, что связано, знаете, с такой немножко готической историей, с металликой, вот с этой вот темой, гранжевой что ли, можно на себе это использовать. Актуальны какие-то современные принты, да, из современного искусства, какие-то картины, изображения и так далее. Очень много было на показах клетки. Ее использовали везде. И мелкую, и крупную, и яркую, и какую-то однотонную, такую спокойную. А в целом клетки было действительно много. Но если раньше летняя клетка, то это была такая клетка виши, да, то есть такая спокойная, то сейчас это может быть и шотландская клетка, и какая угодно. И последний принт, который был актуальным, точнее группа принтов, это животные принты. Да, это может быть, я не знаю, все виды там тигры, леопарды и так далее. Это опять же эстетика нулевых, которая продолжается. И мой любимый принт, потому что не очень люблю кошек, точнее кошек люблю, не люблю принты с кошками. Это коровий принт. У меня мою шубу просто задергали с этим, что за бренд, что за бренд. В общем, коровий принт сейчас актуален. Смотрите его на джинсах, он очень круто смотрится. На каких-то куртках джинсовых тоже офигенно смотрится. Вот я бы именно в этих изделиях его использовала. Ну что, на этом видео подходит к концу. Помните о том, что не все тренды нужно использовать. Используйте только те, что вам нравятся и те, что вам идут. Конечно же, вы ждали условия конкурса. Для тех, кто не знает, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно оставить комментарий под этим видео. Напишите, какой тренд вам понравился больше всего. Может быть, вы напишите просто участвую. В любом случае, вы автоматически становитесь участником конкурса за бьюти-бокс. Через три дня я здесь оставлю имя победителя. Поэтому обязательно зайдите и проверьте. На этом у меня все. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!